Мы видим, Владыка, что приходов мы построили немало, и у нас порой не хватает священнослужителей. Это тоже не секрет, и не только у вас. Но мы же из-за рубежа, из чуждых нам стран, православная церковь не везет священнослужителей. Как это происходит в некоторых конфессиях. И я, Папе Римскому, и прежним, и нынешнему обозначил эту тему. Ну, слушайте, как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши? Когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси. Это ненормально. И давным-давно я поставил вопрос перед Папой Римским, еще предшественником нынешнего, что нам надо готовить более интенсивно своих католических священнослужителей. Мы будем на этом настаивать. Что касается православной церкви, я знаю идею о том, чтобы на свое место вернуть образование православия в Жирович. Я это знаю. И знаете, это правильно. Жировичи, они созданы по духу для подготовки священнослужителей. Надо изучить вместе с церковью эту проблему и посмотреть. Потому что перенести образование совсем просто. Принял решение и перенес. Но там база должна быть соответствующая. Там многое сделано. Надо посмотреть, что еще нужно сделать для того, чтобы удовлетворить потребности нового притока священнослужителей, которым будем готовить. Это же учебно-лабораторные занятия, поточные аудитории. Ну, как и у вузов. Надо это все учитывать. Поэтому надо изучить вопрос в связи с переносом. Если владыка с этим согласится, мы готовы подставить плечо. Потому что кадры – это основа. Есть люди. Будет толк. А так приходы будут. А людей не будет. Потому что я знаю, что в некоторых приходах нет настоятелей. И кто-то из соседних храмов приходит в храм этот нести службу. А люди хотят, чтобы священнослужитель как врач духовный постоянно там был. Но это, как правило, Александр Григорьевич, в тех деревнях, которые небольшие такие, которые не смогут священника содержать полностью. Значит, мы должны помочь. Мы должны помочь. Священнослужитель никогда не был обузой для государства и обременением. Поэтому нам надо подумать. Да, если действительно там маленькая деревенька, ну, какой смысл там держать священнослужителя? Пусть у него будет приход поширый там в рамках сельского совета, допустим. Надо посмотреть вот по этим структурам. И мы тут готовы, владыка, подключиться, чтобы вы знали. И дефицит священнослужителей за пятилетку надо ликвидировать. Надо, чтобы у нас были нормальные кадры.